В Адлерском районе традиционное великое освещение воды начинается раньше, чем в других районах города, ночью. К морю идут поодиночке и целыми семьями, в память об Исусе Христе, который крестился в реке Ордан в возрасте 30 лет. Много на побережье было и гостей курорта. Как и адлерцы, они тоже верят в очистительную силу крещенских купаний. Очень, ну, немножко вода теплая. То есть, нет такого совсем ощущения. Покалывание таких сильных. Я вообще из Ельска. Первый раз сегодня здесь. Первый раз крещение у меня проходит в Адлере. Это супер вообще. Всем рекомендуем. Все молодцы. Всех с праздником. Вот уже несколько лет подряд вместе с православными в Богоюленскую ночь в воду заходит и глава администрации Адлерского района Александр Жигалко. Мы должны чтить традиции. И сегодняшний день – это пример того, что во всем мире все водоемы, все источники являются святыми. Главное событие крещения – водосвятие. Обязателен крестный ход и молебен. В хосте верующие собрались у памятника партизанам и красноармейцам, погибшим в годы Гражданской войны, и крестным ходом прошли по улицам района. А уже на пляже Кристал состоялся молебен, освящение морской глади и утренние купания. Первыми в воду по традиции заходят церковнослужители. Праздник крещения носит и другое название – Богоявление, потому что, согласно Библии, в момент крещения Иисуса на него сошел Святой Дух в виде голубя, и голос с небес провозгласил о его божественном происхождении. Конечно, желающих посмотреть на крещенские купания было гораздо больше, чем смельчаков, зашедших в море. Тех, кто проверяет свою веру купанием, а может быть даже ищет в этом духовный смысл. Первый раз вообще-то я так. Ну, не знаю, решил попробовать. Ничего вроде бы, вода не сказать, что сильно холодная. А я сам из Бреста. У нас не покупаешься. Ну, как, купаемся в такую погоду. Минус 15, ветер. Вот специально приехал скупнуться к вам. Как бы чувствую себя. Здоровье супер вообще. Все, отлично. С праздником, мои хорошие, дорогие. И я хотел бы вас призвать ничего не бояться, не малодушничать, а вот кто имеет крепкую веру и возможность погружаться в святые воды, молиться Богу и получать духовную благодать. С праздником, дорогие. Благословение Божье да пребудет с вами. Накануне, в Крещенский вечерок, по старинному обычаю, девушки гадали, это те, кому не терпится узнать свою судьбу, а другие обращают мысли к небу. Считается, что именно в ночь на 19 января сбудется любая просьба. А в рамках краевой молодежной акции Управление молодежной политики администрации города организовало выезд группы сочинцев в Каманский монастырь для посещения святых мест и купания в святом источнике. Елена Авсец, Надимир Даниловский, телекомпания ФКТ.